Всех приветствую! Когда-то у меня на канале было видео о самом дешёвом китайском проигрывателе для пластинок. Ну и мне там некоторые люди писали в комментариях о том, что лучше бы я купил советский проигрыватель, дескать, всё советское лучше, качественнее, делалось на века, ну и всё в таком духе. В общем, на это я отвечал, что качественный советский проигрыватель, который имеет смысл покупать, да ещё и в адекватном работоспособном состоянии, он стоит, как правило, несколько дороже, чем того хотелось бы. И поэтому покупать я его не стал. Ну, я не готов тратить такие деньги на то, что мне не особо нужно. Ну, а за небольшие деньги можно найти проигрыватель советский, но он будет либо не рабочий, либо просто сам по себе не самой лучшей модели. Ну и, собственно, для того, чтобы это проиллюстрировать, вот появилась такая возможность, принесли мне вот такой вот электрофон, а точнее даже радиолу. Тут есть проигрыватель для пластинок и есть радиоприёмник. Называется Сия Чудо Сиренада Ре 308. Это не значит, что оно стоит 308 Ре, об этом чуть позже ещё покажу, сколько оно стоит. Выпускался Сия Агрегат во времена позднего СССР, по-моему, с 87-го года, на Владивостокском заводе радиоприбор. Кстати, в некоторых источниках подчёркивается, что это оборонный завод. Видимо, Советский Союз планировал обороняться от врагов с помощью советской эстрады. Покажи мне свой настоящий боевой оскал. Ну, это я, конечно, прикалываюсь, но давайте посмотрим, что тут есть. За воспроизведение пластинок здесь отвечает электропроигрывающее устройство 3EPU48. Отдельно здесь написано, что оно воспроизводит только моно. То есть, стерео от данного проигрывателя мы без переделки не добьёмся. Звукосниматель здесь используется пьезоэлектрический. Точно так же, как в китайском проигрывателе. Правда, тогда я в видео посчитал, что он электромагнитный, но нет. Это была моя ошибка. Я его разобрал, посмотрел, там пьезо стоит. Точно так же, как и здесь. Только там стерео. Здесь, к сожалению, только моно. В подобных советских звукоснимателях игла, как правило, делалась двухсторонней. И её можно было перевернуть с помощью вот этого флажка. При этом, с одной стороны флажка нарисован вот такой треугольник, что означает моно. Для сравнения, стерео маркировали обычно символом, напоминающим свадебные кольца. Ну, а на обратной стороне флажка располагается надпись 78. Что же она означает? Она означает то, что данная сторона иглы предназначена для воспроизведения шелаковых пластинок. Тех, которые выпускались до виниловых, ещё в первой половине 20 века. И эти пластинки воспроизводятся на скорости 78 оборотов в минуту. Вот для них нужно использовать эту сторону иглы, а для всех остальных вот эту. Вот в этом месте располагается несколько рычажков переключателей. Первый переключатель имеет два положения, 33, либо 45. Как нетрудно догадаться, он переключает скорости. При этом у зрителей может возникнуть вопрос, а как же 78? Ведь у нас проигрыватель должен быть рассчитан на 78 оборотов в том числе. А здесь такого положения нет. Отвечаю. Для того, чтобы воспроизводить пластинки на 78 оборотов, нужно снять диск и установить специальную насадку на вал двигателя. Насадка должна поставляться в комплекте с радиолой, но в данном случае её где-то потеряли, поэтому у меня её нет. И я не смогу воспроизводить такие пластинки. Впрочем, это не страшно, всё равно у меня таких пластинок в принципе нет. Второй рычажок, переключатель, имеет также два положения, 70 и 30. Насколько я понял, с помощью данного рычага переключается положение, в котором срабатывает автостоп, для разных пластинок разного диаметра. Для сравнения, китайский проигрыватель также может воспроизводить как 33 оборота, так и 45. На 78 он не рассчитан. Ну а переключатель автостопа там отсутствует, так же как и сам автостоп. Ну а вот эта штука на конце Тонарма, видимо, играет роль противовеса. В качественных электропроигрывающих устройствах противовес можно было настроить, таким образом подобрав оптимальную силу прижима иглы к пластинке. Но здесь, по-видимому, ну она как бы настраивается, но... Но нет. На самом деле она просто надевается. Да и в принципе в ЭПУ такого класса, это всё-таки далеко не самый качественный вариант, такая тонкая настройка по большому счёту не требуется. Так что это просто вот такой статический противовес, который сюда цепляется, ну для того, чтобы как-то уравновешивать вот этот вот рычаг. Из приятных особенностей здесь есть кнопка пуск-стоп, я думаю, понятно, что она делает. Ну и также ручной микролифт. То есть с помощью вот этого рычага можно опускать и поднимать Тонарм. Ну сейчас это не работает, потому что Тонарм находится вот в этом положении. Но вот если я его переведу там, где по идее должна быть пластинка, то с помощью вот этого рычага можно будет поднимать и опускать иглу. Этот рычаг взаимодействует с вот этим упором, ну и вот он двигается и таким образом позволяет Тонарму плавно опуститься на пластинку и таким образом не портить иглу за счёт сильно резкого её падения, ну и не портить саму пластинку. В принципе, штука хорошая. Ну а когда проигрывателем никто не пользуется, то можно Тонарм вот здесь как бы припарковать, зафиксировать, чтобы он никуда не делся. В китайском проигрывателе подобный упор тоже есть, но он реализован немного по-дебильному. Кнопки пуск-стоп нет, но двигатель автоматически запускается, если перевести Тонарм в нужное место. То есть там как бы автостопа нет, но есть вот такой вот автозапуск, скажем так. Ну и микролифт там отсутствует. Здесь он есть. Но, пожалуй, главное отличие данного советского ЭПУ от того китайского заключается в том, что то устройство полностью сделано из пластика. Здесь же металл. И на самом деле в этом плане данное советское устройство немножко лучше. Потому что за счёт большей массы и большей инерции обеспечивается более стабильная скорость вращения диска. А значит меньше детонация, меньше плавания звука. Вот в китайском проигрывателе это один из самых таких заметных недостатков. Здесь же он будет проявляться в меньшей мере. Вот в этом плане, конечно, хорошо. Это плюс. Ну и из минусов то, что тут моно-вариант. И простого способа переделать на стерео здесь нет. Здесь придётся менять для этого и сам звукосниматель. Ну и ковырять схему как минимум предусилителя. В общем, всё придётся переделывать. Ну и на самом деле не совсем понятно, почему тут сделали именно моно-вариант. Потому что сделать стерео хотя бы до линейного выхода не так уж сложно и не так уж дорого. Нужно всего лишь в схеме внести минимальные изменения. Допаять там может быть 1-2 транзистора с обвязкой. Ну то есть предусилитель. Вот. И звукосниматель заменить на стерео. Собственно всё, это копейки, но зато это существенно повысило бы ценность данного аппарата, его привлекательность для потенциального покупателя, скажем так. Но почему-то так не сделали. Ну ладно, имеем то, что имеем. Так как это всё-таки радиола, а не просто электрофон, то здесь есть не только режим воспроизведения пластинок, но и встроенный радиоприёмник. Переключается режим работы с помощью вот этого переключателя. Сейчас он стоит в положении ЗС, что означает звукосниматель. Ну а можно переключить в положение ДВ, и тогда будет работать приёмник длинных волн, как нетрудно догадаться. Ну или СВ, соответственно приём средних волн. К сожалению, никакого УКВ здесь не предусмотрено, а жаль. Ну видимо в то время это ещё не было сильно развито, было мало радиостанций. Но вот сейчас иметь УКВ, ну с возможностью потенциальной переделки на FM, это было бы круто. Но здесь есть только длинные средние волны. Также имеются две ручки регулировки. Одна регулирует громкость, вторая тембр. Полноценного НЧ-ВЧ здесь не завезли, но хоть как-то тембр можно регулировать, и на том спасибо. Ну и конечно же кнопка сеть, которая включает и выключает устройство. На шкале радиоприёмника есть обозначение как частот радиостанций в килогерцах, так и длин волн в метрах. Как говорится, кому как удобнее. Но зато понятно, почему длинные волны называются длинными. Длина 1-2 тысячи метров, 1-2 километра. Ну средние волны покороче, полкилометра, 200 метров, где-то так. А ещё я заметил, что на средней волновой шкале есть обозначение 666 кГц. Настройка на радиостанцию осуществляется с помощью вот такой ручки сбоку. На задней стороне корпуса мы видим слева направо логотип производителя, кстати, довольно красивый. Аналогичный нарисован и на верхней крышке. Разъём для подключения внешней антенны. Так как устройство стационарное, то предполагается использовать внешнюю антенну. Так вообще, во многих переносных средней и длинноволновых приёмниках используется обычно магнитная антенна. Ну то есть катушки на ферритовом стержне. Данная антенна имеет направленность, поэтому приёмник приходится поворачивать при настройке на радиостанцию. В стационарных устройствах либо использовали такую антенну с каким-то отдельным механизмом для её поворота, либо, как здесь, просто использовали разъём для подключения какой-то внешней антенны другой конструкции. Я точно не знаю, какую антенну предполагается сюда подключать и была ли она в комплекте, но, скорее всего, можно воткнуть кусок провода и как-то оно будет работать. Далее идёт вот такой переключатель, и это переключатель входов. В нижнем положении используются встроенные источники сигнала, то есть проигрыватель для пластинок либо приёмник. В верхнем положении радиола будет воспроизводить сигнал с магнитофона. Ну и далее как раз идёт разъём для подключения магнитофона. Ну то есть, по сути, это просто линейный вход и выход. Ну и таким образом радиолу можно использовать при такой настройке, как обычный усилитель с динамиком, что может быть достаточно удобно. Если не в те времена, то сейчас можно подключить телефон и использовать вот эту штуку, как такое подобие колонки. Не знаю, зачем это делать, но теоретически можно. Ну а в таком положении, соответственно, сигнал будет браться либо с приёмника, либо с проигрывателя, в зависимости от того, как настроен переключатель на передней панели. В любом случае должен работать линейный выход, то есть можно будет отсюда взять сигнал, пустить его на какой-то внешний усилитель, на звуковую карту. Ну а изначально, конечно, предполагалось сюда подключать магнитофон для записи на магнитную ленту, либо пластинок, либо передач с приёмника. Ну и также имеется разъём для подключения внешней акустической системы, вот как тут написано, 4-хомную колонку, внешнюю сюда можно подключить и добиться качества звука более высокого, чем на встроенном динамике. Ещё можно подключить сюда магнитофон, сюда колонку и использовать вот эту штуку просто как усилитель. Такое себе, конечно, решение, но в целом есть такая возможность, и я считаю это довольно хорошо, и может быть кому-то надо, кому-то так будет удобно. Ну дальше вход питания с предохранителем, ну и также видно, что вот написано радиовая сиренада Ре-308, естественно, значок СССР, понятное дело. Ну и тут написано, что потребляемая мощность 15 Вт, перед снятием крышки следует вынуть ёлку, ну это всё понятно, ну и цена 64 рубля. Ну что ж, это всё, конечно, хорошо, но давайте же посмотрим, как эта штука работает, и работает ли вообще. Для этого, конечно, её нужно подключить к электросети, но проблема в том, что здесь используется вот такая вилка, и в мою розетку она не помещается, поэтому пока что буду подключать через лампочку. Мощность небольшая, поэтому через лампочку оно тоже будет работать. Так, давайте сначала громкость убавлю, чтобы не пугать соседей, в случае чего. Ну и включаю вилку. Ничего не происходит и не должно. Нужно нажать кнопку сеть. Ну и, я так понимаю, не пугать соседей у меня не получилось. Явно слышны какие-то шорохи. Ну, я думаю, это может быть связано с вышедшими из строя регуляторами. Давайте их вот так немножко поболтаю, может быть, шума будет меньше. Ну, в общем, да, на данном этапе радиолой пользоваться скорее нельзя, чем можно. На самом деле, я её уже включал, даже на ютубе был, как это сюжет называется, вот этот 15-секундный короткий ролик, и там она, в принципе, работала. Проблема здесь с тем, что, во-первых, шуршат все переключатели, все регуляторы и так далее. Все механические части. Во-вторых, как-то странно работает электропроигрывающее устройство. Оно иногда крутится и не выключается, иногда наоборот. То есть, просто не крутится, и я нажимаю пуск-стоп, там что-то делаю, оно не крутится. Опять же, проблема, скорее всего, где-то здесь в контактах. Ну и, в-третьих, даже когда оно работает, звук, в принципе, есть, но он с посторонними шумами, слышно кое-как. Ну, понятно, что оно как бы работает, но явно не так, как должно. Ну и также ещё сильные шорохи даже при вращении ручки настройки. Хотя, казалось бы, тут просто переменный конденсатор, что там может быть не так, я себе слава представляю. Так что я планирую сейчас данную штуку разобрать и немного её обслужить. Заменить, во-первых, все электролитические конденсаторы. Наверняка они уже все повыходили из строя давным-давно. Также с регуляторами ещё не знаю. Я бы их, наверное, заменил, но проблема с тем, что здесь используются, скорее всего, ручки советского образца с вот таким вот шкивом, или как он называется. В общем, с вот таким вот штырём, на который они надеваются. Штырёк большого размера, со скосом. А современные регуляторы чаще используют, ну, немного другой стандарт. То есть, там с насечками такая круглая фигня. Не знаю, как она по-научному называется, но, в общем, поэтому новые регуляторы сюда не подойдут напрямую. Ну, точнее как, ручки надо будет менять, другие использовать. Я ещё не знаю, буду я их менять или нет. Или, может быть, получится привести в порядок вот эти регуляторы. Возможно, их можно будет разобрать, почистить, капнуть туда масло. И, может быть, будет хорошо. Аналогично с переключателями. Скорее всего, менять я их не буду. Особенно вот этот переключатель, насколько я знаю, он там довольно сложно устроен. Вот, и поэтому его поменять не получится, но надо будет его почистить, обслужить. Я думаю, что я доведу его до работоспособного состояния. Ну, аналогично все остальные переключатели. Там, что касается ЭПУ, там переключатель входов тоже, наверное. Надо с ним что-то сделать. Ну, и осмотреть КПЕ. Может, там тоже что-то попало туда, пыль какая-то или грязь. В общем, вот такой фигнёй надо заниматься. Так что те люди, которые писали, что надо купить советский, проигрывать, или всё будет хорошо, ну, скажем так, немного неправы. Не всегда всё хорошо с техникой, которой уже больше 30 лет. Продолжение следует... Давайте всё-таки рассмотрим внутренности более внимательно. Как видно, тут всё собрано, в принципе, на одной плате. Это, очевидно, трансформатор питания. На нём так и написано. Имеются два больших конденсатора. Один из них по питанию, второй стоит на выходе усилителя. Далее, вот эта часть схемы, очевидно, связана с питанием. Тут диодный мост стоит, предохранитель, и всё в таком духе. Вот эта часть платы, это радиоприёмник. Как видно, тут есть куча всяких катушек, мелких конденсаторов, в том числе подстроечных. Ну и вот этот конденсатор переменной ёмкости. Ёмкость регулируется за счёт того, что пластины конденсатора могут перемещаться относительно друг друга, и площадь между ними, таким образом, может меняться. При повороте ручки, настройке частоты, тут слышны какие-то шорохи. Может быть, это связано, что в конденсатор попала какая-то пыль. Но тут видно, что она, в принципе, есть, поэтому, наверное, надо его будет продуть. Каким-нибудь пылесосом, например, или чем-то таким. На плате, конечно же, нужно будет поменять все конденсаторы. Но вот эти кондёры стоят советские, понятное дело. Вот эти, хоть и на первый взгляд не похожи, но это тоже советские. На них написан 89-й год, обозначение с русскими буквами. Так что это советские кондёры, но просто немного другой модификации. Уже корпус у них покрыт термоусадкой, как в импортных. Ну а вот эти, как минимум, два конденсатора, это конденсаторы уже импортные. На них написано, по-моему, Рубикон. В остальном, больше тут на плате, в принципе, ничего менять, наверное, не нужно. Остальные детали должны быть в более-менее рабочем состоянии. Также на плате была найдена вот такая, не совсем обычная деталь. На камеру не видно из-за угла, но за ней там написана маркировка ZQ. На схеме такая деталь присутствует, и, судя по всему, это что-то связанное с приёмником. Скорее всего, какой-то полосовой фильтр или типа того. Я не сильно разбираюсь в радиоприёмниках, но, по-моему, это какой-то фильтр. И на импортных приёмниках такое тоже встречается, но там оно и обозначается, и реализовано немножко по-другому. А ещё здесь есть вот такая лампочка для подсветки шкалы радиоприёмника. Проблема в том, что лампочка стоит с одной стороны и засвечивает шкалу неравномерно. Возможно, я её заменю на отрезок светодиодной ленты или что-то похожее. Ну, а вот в этом углу платы находится усилитель звуковой частоты. И, как видно, вот это его оконечный каскад. Выполнен он на транзисторах КТ814-815. Ну, и видно, что мощность тут небольшая. По инструкции там около 1 Вт. Ну, в общем, такой себе усилитель, но для встроенного динамика его, в принципе, должно быть достаточно. Ну, а ещё на основной плате расположен вот такой вот переключатель режимов работы. Здесь вот эта планка ездит туда-сюда и замыкает разные контакты. Без ручки она туго крутится, но вот как-то так это работает. И этот переключатель надо будет каким-то образом почистить. Ну, наверное, стоит наконец-таки купить специальную жидкость для чистки контактов. Я думаю, здесь она поможет. На электропроигрывающем устройстве расположена вот такая плата. К звуку она не имеет никакого отношения, но она управляет двигателем. Ну, как видно, здесь есть несколько конденсаторов, которые также надо будет заменить. На камеру это показать сложно, потому что вот эта пластина всё закрывает. Ну, вот я сейчас двигаю рычаг управления автостопом, точнее, переключатель форматов, который, как я думаю, должен влиять на поведение автостопа. Вот, и через ряд каких-то тяг там двигается небольшая плата с герконом. А вот на вот этом, коромыслик, не знаю, как его назвать, находится магнитик. Таким образом, здесь реализован герконный автостоп. Когда тонарм доходит до конца пластинки, то вот этот магнит пододвигается к геркону, и контакты там замыкаются или размыкаются. Ну, а когда двигаем переключатель форматов, то сам геркон немножко смещается, и таким образом регулируется положение, в котором срабатывает автостоп. Я так понимаю, чтобы снять диск, нужно открутить вот этот винт. Ну, давайте попробуем. Довольно туго идёт, но всё-таки идёт. Вот. Так, ну и вот он переключатель скорости с вала двигателя. Вращение передаётся с помощью ремня на вот этот шкив, который и вращает уже непосредственно диск. Для переключения скорости здесь вот этот вал имеет два разных диаметра. То есть, один участок у него имеет меньший диаметр, другой участок имеет больший диаметр. Вот так это примерно крутится. Ну, должно крутиться, конечно, если я это всё включу отсюда, должно вращение поступать. Ну, и в итоге крутится вот этот шкив с диском. Если переключим скорость, то вот эта штука прижимает ремень вот сюда, в нижнюю часть, и вращаясь, он должен рано или поздно перескочить вот сюда, на участок с большим диаметром. И таким образом передаточное соотношение изменится, и скорость вращения диска тоже изменится. Вот таким образом можно переключать между режимами 33 оборота и 45. Ну, а для того, чтобы сделать 78, тут ещё на какой-то или сюда, или, по-моему, сюда ставится какая-то специальная насадка. Ну, и таким образом получается три скорости. Ну, и вот этот ремень, он пока что находится в более-менее рабочем состоянии, но думаю, что лучше будет его всё-таки заменить при возможности. Судя по звукам, между динамиком и передней панелью есть какой-то посторонний предмет. Надо его извлечь, но для этого придётся снимать динамика. Здесь он крепится не на винтах, а на вот таких вот типа защёлках, зажимах. Не знаю, как это правильно называется. В общем, на таких вот штуках. Я как-то забыл об этом сказать, но для удобства ремонта ЭПУ можно снять. Оно тут подключается всего двумя разъёмами. Вот один идёт с трансформатора, это питание, очевидно. Ну, и второй разъём вот сюда к плате подключается. Это разъём сигнальный. Ну, и, в принципе, все конденсаторы я уже поменял. Особых проблем с этим не возникло. Единственное, что вот этого красавца было тяжело выпаять. К-5012, 200 микрофарад, 25 вольт. Вот эти два больших конденсатора я пока не вытаскивал, но я их отключил, они по 2000 микрофарад. Вот этот стоит по питанию, вместо него я запаял вот такой 4700 микрофарад. Ну, вот этот конденсатор стоял по выходу ЛНЧ, и от него тянулись провода аж вот сюда. Ну, и вместо него я запаял тоже 4700 микрофарад. Вот это должно немножко улучшить воспроизведение низких частот, хотя оно и так было, я думаю, вполне себе вприемлемое, но я предпочитаю поставить здесь ёмкость побольше. Ну, остальные конденсаторы поменял на, в принципе, те же номиналы, но не совсем. Я думаю, вам известно, что стандарты ёмкости советских конденсаторов немножко отличались от импортных. Вот, например, конденсатор на 20 микрофарад, при том, что импортный стандарт 22. Но, учитывая, что это всё-таки поздний советский аппарат, здесь, видимо, уже выполнен был частичный переход на стандарты импортные, и вот из этого же аппарата другой конденсатор уже на 22 микрофарада, при том, что год выпуска, что у того, что у того 89. Ну, или вот другая пара конденсаторов. Один, скажем так, трусоветский, 5 микрофарад, ну, а второй уже западный шпион, 4,7 микрофарада. В общем, была ёмкость и та, и та, но, конечно же, я запаивал все импортные конденсаторы, поэтому ёмкость теперь у них более-менее стандартизирована. А вот ещё одна причина, почему поменять здесь переменные резисторы может быть загрязнительно. Длина оси. Длина оси. Если присмотреться, то видно, что в конденсаторе переменной ёмкости есть какая-то пыль. Надо бы её очистить, но здесь уже без космических технологий не обойтись. Понадобится ракета. Ну, в общем, основная часть ремонта на этом закончена. Все конденсаторы я поменял, контакты почистил, всё, что мне не нравилось, поправил. Ну, и даже немного его помыл. А пока панельки сохнут, можно попробовать, как он работает в таком частично собранном состоянии. Давайте сначала просто включу. Лампочка загорелась. Каких-то посторонних страшных звуков вроде бы не слышно. Давайте ручки покрутим. Немного шумит в максимальном положении. Если убавить, то не шумит. Сейчас ближе микрофон к динамику поднесу. Это будет слышно. Ну, как вы, наверное, слышали, при вращении ручки иногда слышны незначительные шорохи. Но, в принципе, учитывая возраст аппарата, это нормально. Ну, что ж, давайте теперь попробуем, воспроизводит ли он пластинки. Для тестов я буду использовать вот такую пластинку по той простой причине, что мне её не жалко. Ну, а все претензии касательно содержимого данной фонограммы прошу направлять её авторам. В данном случае пластинка используется исключительно для демонстрации работоспособности или неработоспособности устройства. Что она такая пыльная, кстати, а? А, я знаю, потому что, когда я воспроизводил гибкие пластинки на китайском проигрывателе, я её под них подкладывал, потому что там диск слишком маленького диаметра. Так, ну что, давайте попробуем. Нажимаю кнопку пуск. Пластинка крутится. Ещё раз нажимаю, пластинка не крутится. То есть, вот эта функция работает, по крайней мере, уже хорошо. Ну что ж, давайте попробуем послушать. Ну, вроде работает, кстати. Десять дней, которые потрясли мир. Работает. Ну, как вы могли наблюдать, пластинки оно воспроизводит. Давайте теперь радио попробуем. Единственное, что антенны у меня сейчас нет. И, скорее всего, он ничего не поймает, но хотя бы послушаем характер шума. Так, включаем. И оно не включается. Почему? Потому что я вилку выдернул. Ну, бывает. Так, оно включается. Оно там что-то немножко шумит. Так, и для того, чтобы переключить на радио, надо вот этот переключатель переключить. А он довольно туго переключается. Это, по идее, длинные волны, но там сейчас ловить совершенно нечего. Давайте среднее включим. Во! И покрутим крутилку. Ну, в общем, я тут покрутил ручку пару минут. Пытался даже все электроприборы рядом выключать. Пытался подключать антенну. Вот кусок провода пару метров. Для длинных и для средних волн этого, конечно, мало. Ему бы метров 50 было бы нормально. Но такой возможности у меня сейчас нет. Ну, в общем, в итоге я так ничего и не поймал. Ни на длинных волнах, ни на средних. Единственное, что помехи с куском провода существенно громче. Но еще помехи меняются в зависимости от того, какие приборы включены. В общем, ладно, вертушка работает. Этого, в принципе, достаточно. По радио все равно слушать нечего. Так что теперь этот агрегат можно собирать и тестировать уже окончательно. И демонстрировать его работу в собранном состоянии. Ну, и как вы видите на данном кадре, сейчас радиола находится уже в собранном состоянии. Это значит то, что ее восстановление, приведение в порядок завершено настолько успешно, насколько это в данный момент возможно. Как видите, корпус я помыл. И сейчас он выглядит, ну, по крайней мере, лучше, чем было. Довольно чистенькие панельки. В принципе, выглядят неплохо. Ну, в процессе сборки предварительных таких включений обнаружился ряд косяков. Ну, во-первых, громкость была какой-то заниженной. Во-вторых, был фон, причем и на низкой громкости, и на высокой. При среднем положении фона было меньше всего, но фон на низкой громкости и на высокой отличался. Ну, и в-третьих, был еще какой-то дополнительный шум. Проблема с фоном, в принципе, решилась. Для этого я отрезал провод, который шел от платы до минуса конденсатора по питанию, который в данный момент там не используется. Ну, вот раньше он был задействован. И, видимо, это какой-то заводской косяк. Наверное, из-за этого лишнего провода была земляная петля, и из-за этого возникал фон. В общем, после того, как я этот провод убрал, то фон на низкой громкости пропал. На высокой он есть, но пока двигатель выключен, его почти не слышно. Вот если двигатель запустить, тогда уже идут наводки с двигателя, и фон все-таки слышно. Проблему шума я пытался убрать, заменив пару транзисторов КТ-315. В процессе того, как я пытался найти причину, я, к сожалению, один транзистор отломал. Поэтому его в любом случае пришлось заменить. Вместо него поставил БЦ-549. Это транзистор вот этот по схеме. Ну, я тут покажу. Также я заменил следующий транзистор. Тоже КТ-315Г. Тоже заменил я его на БЦ-549. Это один из первых каскадов в усилителе. Вот я посчитал, что эти начальные каскады, они больше всего влияют на шум. Поэтому заменил вот этот транзистор. Ну и третий транзистор, который заменил, это транзистор в плате ЭПУ. Я посчитал, что он тоже может выпендриваться. Хотя он по большому счету на звук влиять не должен. Но при нормальной работе схемы. Но если там что-то не так, то может. Поэтому я решил вот эти три транзистора поменять. В ЭПУ поставил КТ-3102. Остальные БЦ-549. Они наиболее близки по параметрам к 315. Ну, а в ЭПУ там, по идее, это должно быть пофиг. В принципе, любой НПН-транзистор подойдет. Поэтому я туда поставил 3102. Ну и в принципе, по-моему, с громкостью стало все нормально. И шума вроде как стало меньше. Я, правда, не уверен, что именно из-за этого. Ну, в общем, по-моему, стало лучше. У меня были опасения, что замена транзисторов в усилителе может привести к сильным нелинейным искажениям. Но я это проверил. Припаял к регулятору громкости шнурок с джеком. Подал туда сигнал с телефона. Ну и на выход ткнулся с циллографом. Включил на телефоне синус. Там посмотрел. В общем, нелинейные искажения действительно есть. Но они появляются при напряжении на выходе больше 2 Вольт РМС. А 2 Вольта РМС соответствует предданным сопротивлении нагрузки одному вату мощности. По документации данный усилитель должен выдавать 1 Ват мощности. Так что, в принципе, это, можно сказать, его нормальный режим работы. Так что, в принципе, сейчас это все работает почти нормально. Но остался ряд косяков. Во-первых, я пока что так и не поменял пасек. Но у меня его в данный момент нет. Возможно, на днях я его куплю, если повезет. Также, что мне не нравится. Есть наводки от двигателя. Я думаю, это можно как-то устранить. Хотя, я думаю, что с завода так и было. То есть, это считается нормально, но мне это не нравится. Я думаю, что, если дальше поковыряюсь, то могу сделать это лучше. Но непонятно, имеет ли это смысл, потому что есть более серьезный косяк. А именно, здесь при воспроизведении пластинок иногда возникают очень сильные нелинейные искажения. То есть, он просто хрипит. Громкость при этом плавает. То есть, такое впечатление, что где-то плохой контакт. Ну, естественно, я тут все осмотрел. Ничего такого криминального не нашел, кроме вот этого узла, где именно подключается звукосниматель. Если его перевести в такое положение, то его можно, в принципе, вытащить. Вот это звукосниматель. Правда, он находится в таком пластиковом цилиндре. И рассмотреть внутренности не получается. По бокам у него вот тут два контакта. Они были сильно окислены. Я их почистил, потом еще и пропаял. Также я почистил контакты, ну, вот в его держателе, туда, куда он вставлялся. Там они действительно были сильно окислены. Пока чистил, один из контактов оторвал, но припаял его заново. Ну, и вроде как стало лучше, но полностью эту проблему, к сожалению, решить мне не удалось. Я подозреваю, что где-то внутри звукоснимателя, возможно, контакты уже просто от времени отгнили. И поэтому, когда контакт хороший, то играет оно, в принципе, более-менее так, как должно. Но иногда контакт там отходит, и тогда возникают вот эти вот хрипы. Просто из-за вибрации начинает контакт отходить, и вот возникает такая неприятная ситуация. Я не знаю, как это починить. Как вариант, можно, конечно, просто взять звукосниматель от китайского проигрывателя. Он сюда физически не подходит, и его придется как-то колхозить. Но теоретически это решит проблему. Достать можно, конечно, где-то такой же звукосниматель, но я не представляю, где его сейчас можно достать. Да, конечно, можно пошариться по барахолкам, но, скорее всего, даже если я его найду, он будет тоже в сомнительном состоянии, а при этом стоить будет немалых денег. Но в остальном, если на это все закрыть глаза, и если после нескольких попыток добиться того, чтобы этих искажений не было, то можно сказать, что сейчас оно работает нормально. Поэтому все, что мне остается сделать, это найти какую-нибудь пластинку, которая будет с музыкой, на которую YouTube не будет ругаться в плане авторских прав, ну и воспроизвести это, чтобы вы могли послушать. Ну и на этом я пока что с вами попрощаюсь. Пока что всем пока. Ну если какие-то доработки тут буду вносить, то потом еще, наверное, видео отдельное сделаю. Ну вот мне хочется, например, сделать подсветку шкалы нормальную. Как она сейчас работает, мне не очень нравится. Ну все, давайте немножко музыку послушаем. Подсветку шкалы нормальную. Ну вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...